Добрый день! 16.00 в столице. Время новостей на Хабар 24. В студии Путагос Саргулова. Сурда перевод обеспечивает Виктория Антонишина. Современные игровые и спортивные площадки, благоустроенные парки и скверы. 15 проектов реализовано в Ахтубе в рамках бюджета народного участия. Не меньше планов по реализации своих инициатив у жителей и на следующий год. Часть заявок, к слову, уже одобрена. Эта детская площадка в микрорайоне Заречный 4 появилась по инициативе самих жителей. Один из активистов предложил эскиз, его идею поддержали остальные. Сначала искали спонсоров, а затем узнали о проекте бюджет народного участия и отправили заявку. В результате на пустыре появилась современная площадка. На ее обустройство шло около двух месяцев. Мы начали активно в этом участвовать, собирать голоса. И в итоге наш Заречный 4 в этом конкурсе победил. Мы собрали максимальное количество голосов. Были люди, которые не умели голосовать. Мы собрали инициативную группу из наших же соседей, жителей. Ходили по домам, помогали голосовать. На строительство этой детской игровой зоны и футбольного поля из бюджета выделили почти 20 миллионов тенге. Всего в одном из районов города Алматинском в этом году реализовали пять подобных проектов. Помимо Заречного, новые детские площадки появились в Кирпичном и Кызлжаре. Борлеу и Акжаре-2 привели в порядок парк и сквер. Всего 5 проектов, 77 миллионов тенге. На следующий год 35 проектов. В этом году они уже средства массовой инфраструкции объявлены. Все уже экспертный совет рассмотрел. Помимо строительства спортивных и игровых зон, жители обращают внимание на необходимость обустройства тротуаров, освещения парков, скверов, пешеходных зон, а также озеленения территории. Очень много идей. Мы не хотим на этом останавливаться. Мы хотим здесь еще спортивную площадку, воркаут-площадку хотим. Хотим вообще еще все дороги наши сделать идеальными. Площадку нам хорошую построили. Хотелось бы, конечно, для взрослых, чтобы площадка была. Какие-то тренажеры, для пенсионеров, парк какой-нибудь. Вот это вот необходимо. В этом году на реализацию проектов в рамках бюджета народного участия в областном центре выделили свыше 100 миллионов тенге. В следующем году эту сумму планируют увеличить втрое. Наталья Салькова, Булат Молдогалиев, Актубе, Хабар, 24. Новый амбулаторный пункт по просьбе жителей строят в селе Састубе Туркестанской области. Старое здание в аварийном состоянии. Люди не раз обращались в различные инстанции и вот наконец их услышали. Ветхие стены и рассыпающийся фасад. В этом фельдшерско-амбулаторном пункте лечилось не одно поколение состубинцев. Ему вот уже больше полувека. За это время здание сильно обветшало. К тому же число жителей из года в год растет. Старый медпункт разваливается на глазах. Здание не подлежит ремонту. Мы много лет писали об этом в Акимат. Просили решить проблему. В этом году совет старейшин нашего аула вновь поднял вопрос перед Акимом района и удалось добиться строительства нового медпункта. Медпункт строят на окраине села. Он будет намного просторнее и куда лучше оборудован, говорят специалисты. Стоимость проекта 331 миллион тенге. Оценить работы сельчане смогут уже в этом году. Медпункт планируется сносить современным оборудованием. На один лишь инвентарь выделено 33 миллиона тенге. Амбулатория будет выполнять работу в поликлинике. Тут будут принимать только врачи общей практики. Специалистов у нас достаточно. Обращаться сюда смогут жители сразу двух аулов. Со Стабинского сельского округа это 10 тысяч человек. В порядок приводят и центральную больницу Тюлькубасского района. Ее капитальный ремонт обойдется бюджету почти в полтора миллиарда тенге. Рауль Габитов, Ербул Атабишев, Самат Нагашпекулу, Хабар-24, Туркестанская область. И о событиях в мире. Изменение климата и восстановление мировой экономики после коронакризиса. Вопросы, которые обсуждают сейчас в Италии. В Риме проходит саммит стран большой двадцатки. И это первая оффлайн-встреча с начала пандемии. К каким соглашениям уже пришли ее участники? Об этом в нашем следующем сюжете. Италия принимает высокопоставленных гостей. В Риме проходит саммит большой двадцатки. Похоже, что нарушить привычный дресс-код смогла лишь пандемия коронавируса. Маски стали настолько привычной частью гардероба, что президент Аргентины Альберто Фернандес забыл ее снять для официального фотографирования. Но помог сориентироваться хозяин саммита – итальянский премьер. Привычных рукопожатий здесь тоже не встретишь. Скорее, устное приветствие, либо такое, ставшее уже фирменным постукивание локтями. Лидеры двадцати ведущих мировых экономик впервые с начала пандемии встречаются очно. По видеосвязи выступил президент России Владимир Путин и глава КНР Си Дзинпин. Главная тема первого дня встречи – высокого уровня пандемия коронавируса. Точнее, как окончательно побороть инфекцию в мире. Предлагаем поручить Министерствам здравоохранения государств 20-ки проработать в кратчайшие сроки вопрос о взаимном признании национальных вакцинных сертификатов. По мнению экспертов, коронавирус еще долго будет представлять опасность. Я думаю, что представители ВОЗа еще об этом скажут. С учетом того, что этот вирус продолжает мутировать, нам следует выработать механизмы системного оперативного обновления вакцин. Мы должны объективно оценивать проблемы, с которыми столкнулось мировое сообщество. Пандемия еще не закончена. И в глобальном распределении вакцин очень много перекосов. В странах с высоким уровнем доходов более 70% населения получили хотя бы одну дозу препарата. В беднейших странах этот показатель едва доходит до 3%. Но немаловажно благополучно преодолеть и финансовый кризис, с которым столкнулся мир. Пандемия обходится правительством очень дорого, поэтому лидеры G20 одобрили международное соглашение, согласно которому прибыль крупного бизнеса будет облагаться налогом не менее 15%. Таким образом, они хотят добиться, чтобы транснациональные компании платили больше и не уходили в тень, пряча активы в офшорах. Ожидается, что это новшество, изначально предложенное США, вступит в силу к 2023 году. В Вашингтоне заявляют, что пакт должен положить конец гонке налоговых послаблений. Развивающиеся страны увидят значительный рост всех видов доходов, которые они смогут получить в результате этих реформ. И в конце концов, люди могут сказать, что ставка должна быть еще выше. Но 15% это лучше, чем ничего. Мы не должны позволять идеальному быть врагом хорошего. Мы считаем, что эта историческая реформа принесет значительные выгоды. Встреча 20 предваряет долгожданный климатический саммит в Глазго, который начинается в понедельник. В Риме, как и по всей Шотландии, сейчас проходят марши экоактивистов, требующих от политиков перестать ограничиваться только громкими заявлениями, а действовать в борьбе с экологическими угрозами. Талибы призвали Вашингтон и другие столицы признать их правительство в Афганистане, предупредив, что невыполнение этого условия и продолжающееся замораживание афганских активов приведет к проблемам не только в стране, но и для мира. Отмечу, пока ни одно государство официально не признало власть Талибана. Повстанцы, напомню, захватили Кабул в августе. Исламская республика сейчас переживает серьезные экономические и гуманитарные кризисы, в том числе из-за блокировки международных счетов. Мы хотим установить отношения со всеми, в том числе с США. Взаимодействие с ними не означает появление у нас военных баз. Они нам не нужны. Это является взаимной потребностью. Если мировое сообщество хочет, чтобы мы обеспечивали безопасность внутри страны, другие государства должны признать нас ответственным лицом, чтобы мы выполняли свои обязательства. А в Грузии стали известны предварительные итоги муниципальных выборов второго тура. Там побеждают кандидаты от правящей партии «Грузинская мечта». Первый тур в органы местного самоуправления, напомню, состоялся 2 октября. Тогда «Мечта» набрала почти 47% по партийным спискам и выиграла пусты мэров городов с 44 муниципалитетов из 64. На втором месте – единое национальное движение. Его представители набрали почти 31% голосов. Во втором туре, что прошел 30 октября, определилась судьба тех регионов, где ни один из кандидатов не преодолел минимального порога. Так, в Тбилиси с разрывом в 11% вновь победил Каха Каладзе, перезбравшись на второй срок. А в Руставе впервые мэром станет женщина Нино Лацабидзе. По предварительным данным, во все крупных городах победили кандидаты от правящей партии. Второй тур запомнился скандалами. Из-за нарушений в ходе голосования заведено 8 уголовных дел. Второй тур выборов окончен. 40 округов и 1867 окружных комиссий с высокой ответственностью и соблюдением всех ковид-регуляций провели день голосования. В масштабах страны подсчитано более 95% избирательных участков. Остались те, где надо подсчитать мажоритарные бюллетени. И еще о событиях в мире. Дома из пластика строят в столице Филиппин. За два года переработано свыше сотни тонн отходов. Из вторсырья отливают доски и столбы. Такие строения весьма устойчивы к погодным условиям и выгодны по цене. Они могут стать временным убежищем для тех, кто потерял жилище в результате стихийных бедствий. Переработка пластика – это еще и способ защитить океан от загрязнений. Отмечу, около 80% такого мусора попадает в моря из азиатских рек. Третье этого объема приходится на долю Филиппин. Пандемия лишь усугубила проблему. К привычным отходам добавились маски и перчатки. Экологичный стройматериал на 100% состоит из пластиковых отходов. Мы также добавляем красители. Эти доски не гниют. Подкрашивать их не надо. И от них не будет занос. Мы вернемся в Казахстан. На 160 миллиардов тенге за годы независимости произвели строительных материалов в Казалардинской области. Товарный ряд возглавили кирпич и железобетонные изделия, а также известицемент. На всех объектах в разы увеличили долю использования собственного продукта. Около 60% инертных материалов, необходимых для строительства, производит Казалинский завод. И спрос на его продукцию растет. Переходы, путепроводы, мосты и дорожные развязки. В строительстве этих сооружений вдоль автобана «Западная Европа-Западный Китай» использованы железобетонные изделия Казалинского завода. Предприятие почти с полувековой истории в конце 70-х снабжало весь Советский Союз. После его распада комбинат встал. Лишь с обретением независимости Казахстана здесь вновь зашумели станки. Сейчас завод выпускает до 100 видов продукции. Товар под брендом «Сделано в Казалинске» ориентирован на экспорт. Планируем расширить ассортимент и географию поставок, наладить производство 16-метровых высоковольтных столбов. Заказали необходимые установки. Есть своя лаборатория, где каждый день анализируем взятые пробы, проверяем на прочность. Требования очень высокие. На каждый продукт имеется сертификат. Загрузка и отгрузка готовых железобетонных изделий в цехах идёт круглые сутки. В каждой зоне свои ответственные специалисты. Света Киреева – одна из них. Крановщик с 40-летним стажем отвечает не только за сложный погрузочный процесс, но и следит за его безопасностью. Работа требует большой ответственности. Это только кажется, что в ней нет ничего сложного. К примеру, нужно перенести 10 тонн арматуры или 18-метровую балку закрузить, залить бетон из парового котла и высушить. При этом глядеть в оба, чтобы многотонные конструкции не сорвались и не травмировали работающих внизу коллег. К слову, в рамках развития сферы стройиндустрии в регионе планируют открыть ещё несколько предприятий. Два асфальтобетонных, керамзитовые, арматурные заводы, а также цех по производству сухих смесей. А к юбилею независимости страны в эксплуатацию ведут стекольный завод. Райхан Тажибаева, Канат Нсибаев, Казалардинская область, Хабар, 24. Западно-казахстанские спортсмены берут под опеку воспитанников детского дома. Проект «Наставничество» предусматривает передачу опыта и знаний ребятам, решившим заниматься спортом. Кстати, реализовать себя они могут и в школе Олимпийского резерва. 29 детей воспитываются в областной детской деревне семейного типа. Тренеры, спортсмены, общественники, волонтёры возьмут индивидуальную опеку над детьми, помогут выбрать профессию, подготовиться к ней, будут приобщать к спорту здоровому образу жизни. Я думаю, станет уникальным проектом. Мы начали сейчас именно с спорта. Дальше продолжим именно по творчеству развития детей. Нужны для них примеры, живые примеры, на которых они будут равняться. Это особая часть наших детей, на которую мы должны больше акцентировать наше внимание. Валентину Федотову 14 лет. Подросток вырос в детском доме. Уже второй год учится в специализированной школе Олимпийского резерва. Выбрал вначале хоккей с мячом, но больше по душе оказался велоспорт. Эти упражнения для икор и мышц колен, они качаются. Потом мне будет легко крутить педали на самые тяжелые цепи. Я повесил где-то 40, кажется. Я прибавляю так больше, больше, до 120. У меня есть мечта стать как Александр Винокуров. Я хочу быстрее всех ездить на велоспорте. Хочу стать знаменитостью. С ребятами будут заниматься известные в регионе спортсмены, чемпионы мира и Азии, олимпийские призеры. Личное шефство над детьми из детской деревни взяли и тренеры школы-интерната. Ребята молодцы, интересуются. Интересуются, сами приходят, на дзюдо приходят, на другие виды. Другие виды тоже занимаются. Мы полностью оказываем им, внимание уделяем. И это хорошее дело, я думаю. Они в мастерстве растут, и человеческие познания у них будет шире. Спорт только часть проекта наставничества. Проект долгосрочный. К нему подключатся опытные специалисты самых разных профессий. Фотогос Базарбаева, Конат Махмутов, Ильдар Аюпов, Уральск, Хабар, 24. Профессиональный праздник работников автомобильного транспорта отмечается сегодня в Казахстане. Но исторически сложилось, что в День автомобилиста поздравляют друг друга и просто владельцы машин. Столичные водители к дате, которая выпадает на последнее воскресенье октября, подготовились основательно. Организовали автопробег по периметру города на необычных железных конях. В чем их особенность, расскажет Марк Брюшко. 90 километров вокруг столицы. Так автолюбители из Нур-Султана отпраздновали День автомобилиста. В этом году он выпал на 31 октября. Но не на обычных машинах, а на ретро-авто эпохе освоения целины. Всего их 14. Не помешали водителям ни дождь, ни грязь. Сейчас мы хотим отдать должное тем людям, той технике, которой эти построены были дороги, люди работали. Ну, это уже традиции много лет. Мы, в принципе, периодически совершаем такого рода пробеги. В прошлом эти машины возили зерно и воду, доставляли в силу продукты питания. А сегодня они – настоящее окно в историю. Хлебное раздолье. Любовь и судьба при Ишимской земле. Целина стала для аграриев настоящим подвигом. В книге Андрея Дубицкого «Город на Ишиме» приводится следующая статистика. В 1956 году Акмолинская область собрала свыше 238 миллионов пудов зерна. Из них больше 180 вывезли на государственные приемные пункты. Еще более впечатляющими были результаты 1958 года. Тогда колхозы и совхозы области отгрузили государству 221 миллион 100 тысяч пудов зерна. Освоение целинных земель представляет собой одну из самых ярких страниц в летописи созидательного труда советского народа. Новую жизнь старой машины вдыхает команда энтузиастов на базе всего одного автокомплекса на правом берегу столицы. Перечислите несколько легендарных моделей. Это в основном ГАЗ-51 разных модификаций, ГАЗ-21 «Волга», ГАЗ-69 – это наши «Бобики» и ЗИЛ-164. Если вы заметили, они идут с прицепом и наш бензовоз, который везет наше топливо. Самое сложное, говорят мастера, найти детали. Ведь в процессе реставрации используются исключительно оригинальные запчасти. Зато на дороге после такого ремонта автомобили как новые. Марк Блюшко, Новый Рызбазаров, Хабар, 24. Около ста интересных находок всем известной батайской культуры обнаружили акмулинские археологи во время летнего сезона раскопок. Сейчас они занимаются исследованием найденных артефактов и рассказали, какую научную ценность они представляют. Подробности в материале Аслана Абуталипова. Памятники батайской культуры в регионе удивляют с каждым разом. Найдены кремниевые наконечники копии стрел, двусторонние костяные иглы. По словам специалистов, артефакты хорошо сохранились и показывают достижения людей в период каменного века. Эти костяные иголки и шила, найденные на стоянке возле села Красный Яр, хорошо сохранились. Что удивляет, они очень прочные. Такие находки встречаются редко, особенно у нас в области. Очень тонкие, как современные иглы. Вот двусторонние иголки применялись в ткачестве и рыболовстве. Археологи также изучили сакские курганы в окрестностях села Баубек-Батыр, Жаксинском районе и вблизи села Магдалиновка от Басарского района. Но оба памятника оказались разграбленными. Ранее в Магдалиновке мы нашли меч, поэтому снова исследовали это место в надежде на сенсацию. Но курган оказался ограбленным. Нам удалось обнаружить только фрагменты керамических, бронзовых изделий и наконечники стрел. Мы наткнулись и на следы деятельности современных людей, в частности на остатки водоскважины. Не исключено, что разрушить памятники могли и они. Таких разграбленных археологических памятников в регионе множество, говорят специалисты. Налеты и на курганы начались еще в древние времена. Сегодня их дело продолжают так называемые черные археологи и кладоискатели. Несмотря на это, летом в Жаркинском районе смогли найти топор, который ученые датируют четвертым тысячелетиям до нашей эры. Орудие труда выполнено из плава разных металлов. Акмолинские археологи продолжат свою работу, но уже в стенах музея. Артефакты исследуют в лаборатории, сравняя с другими находками. Это позволит пролить свет на быт и культуру жизни людей каменного века. Аслан Абуталипов, Евгений Шинкаренко, Виктор Поляный, Акмолинская область, Хабар-24. Грузинские ученые создали антисептик от коронавируса. Ополаскиваешь горло. Десять минут и ковид убит. По крайней мере, так заявляют разработчики, которые успешно завершили испытания препарата, не имеющего пока аналогов в мире. Можно ли теперь расслабиться и не бояться заразиться, выясняла Юлия Тужилкина. Сделано в Грузии и впервые в мире. Так можно сказать про новый препарат, защищающий от коронавируса. Из себя он представляет ополаскиватель для горла. Создать жидкость, убивающую ковид, вышло случайно, признается ученый Теймурас Курцхалия. Уже несколько лет мы занимаемся нематодами, круглые черви, которые являются наиболее исследованной моделью для биохимии и генетики. И когда мы работали с этими червями, мы открыли, что очень сильный окислитель, которым является пероксид водорода, может быть абсолютно нейтрализован кликолевой кислотой, это маленькая коробоксильная кислота, и аминокислотой лицина. Выяснилось, что разработка абсолютно безвредна для человека и не имеет противопоказаний. Часть исследований проходила в Германии, производство в Грузии. Препарат, которому дали название «Глипера», уже успешно протестирован в Индии, в одной из крупнейших лабораторий. Результаты экспериментов были очень положительные. Наше средство «Глипера» показало стопроцентный результат против коронавирусов. В течение 10 минут после аппликации препарат убил абсолютное количество вирусов и не повредил клетки. И заинтересована нас очень большая. Мы ведем переговоры с несколькими компаниями для того, чтобы параллельно в Грузии еще развить производство в Индии. Создатели «Глипера» предупреждают, это не лекарство, а по сути дезинфицирующее средство, которое уже пользуется спросом в грузинских аптеках. Возможно, оно покажет свою эффективность в реальной жизни и поможет снизить число новых случаев заражения, убив вирус на ранней стадии. Юлия Тужилкина, Шалова, Сура Милашвили, Хабар-24, Грузия, Тбилиси. И завершение выпуска. В испанском зоопарке появились на свет два белых львенка. Им всего неделя, а их уже считают не иначе, как живыми талисманами. Со слов зоологов, малыши не альбиносы, а просто имеют чрезвычайно редкую генетическую особенность. Сразу после рождения детенышей отделили. За котятами круглые сутки наблюдают сотрудники зверинца. Белые львы занесены в международную красную книгу, как исчезающий вид. Сейчас на планете обитают около 300 особей, из них чуть больше 10 в дикой природе. Их родители – обычные африканские львы, и мы никак не ожидали, что у них родятся белые львята. И к этому часу у нас все. Напомню, все наши новости доступны также на нашем сайте 24.kz. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова